На этой неделе министр образования Эстонии Яг Авексо во время своего визита в Нарву посетил ряд нарвских школ, где встретился с педагогическим составом и гимназистами для обсуждения вопроса о переходе русских гимназий на эстонском языке и обучения. Не так давно предложенная Михаилом Стальнухиным идея создания в Нарве новой гимназии на русском языке была поддержана министром. Ведь, к примеру, в городе Лилянде почти такое решение было принято. То есть государственная гимназия, которая ремонтируется средствами государства или европейских фондов в основном. То есть такие возможности тоже, тоже возможности. Но я думаю, что мы довольно открыты в разном предложении. А в первую очередь решить должны сами нарвотяне или горсовет. Ну, на самом деле, это, я думаю, настолько горячий вопрос, что только, так сказать, что председатель горсовета или его... И кто-то, кто-то и на лично эту проблему решили все равно не сможет. Это надо, так сказать, обсуждать какой-то. А в принципе, так сказать, такая возможность, что остается одна государственная гимназия. В принципе, тоже одна из возможностей. Как отметил министр, вопрос перехода общеобразовательных учреждений на эстонский язык обучения был решен еще 20 лет назад. Решающей датой явилась 1 сентября этого года, в результате чего все гимназии в течение трех лет перейдут на программу обучения, по которой 60% предмета будут преподаваться на государственном языке. По словам Яко Авексо, проблема общеобразовательной системы на сегодня существует не только в русскоязычной нарве, но и в Тарту, Таллине и Выру. Как отметил высокопоставленный гость, министерство образования готово поддержать все школы, которые желают решать свои проблемы. По его словам, для этого есть средства, ведь при большом желании можно сделать все, отметил Яко Авексо. И пообещал, что министерство будет поддерживать в первую очередь те гимназии, в которых есть готовность и решительность к переходу на новую систему. Министр отметил, что от Нарской горы правы, как и от Таллина и других местных самоуправлений, министерство ждет ответного желания и готовности к сотрудничеству. Я бы не стал, так сказать, советовать. Одна гимназия или две гимназии, три гимназии, четыре, пять гимназий. Шесть многовато. Я думаю, что и наркотяне я понимаю, что шесть многовато. Четыре, три, два, один. Честно говоря, не знаю. Одна, одна из возможностей. Две гимназии тоже. Три, ну вы сами так свидетельствуйте. Обсуждайте. Давить, чтобы осталась только одна гимназия, министерство не собирается. А чтобы уменьшить, мы содействовали бы всякому решению, которое стратегически анализирует ситуацию, демографический тренд, все другие проблемы. Если Дарвский горсовет просит рекомендации с министерства, мы согласны рекомендовать. Но, как вы знаете, решить будет все-таки самоуправление. Идут не то, что слухи, а обсуждают довольно серьезно, и то, что вообще создавать все государственные гимназии, вообще в Эстонии, как у нас ПТУ, ведь они все государственные учреждения. В то же время, как гимназии, общеобразовательная система на среднем уровне, содержится местным зооправлением, кроме пяти, которые, одна из них, наркотя. Так что это тоже возможность. Но пока, я думаю, надо больше обсуждать. Я не думаю, что, так сказать, принять решение на уровне министерства или в парламенте был бы правильный шаг в период. Но, к сожалению, та реформа, которая была принята бывшим министром, ну, в парламент, к сожалению, к окончательному решению перешел. В основном, как бы, висит в воздухе, а проблема не исчезнет, когда они висят в воздухе. В завершении министр образования отметил, что при всех изменениях в образовании государство только выиграет. Ведь каждая потраченная евро вернется более качественным образованием.